Всем доброе утро! Выходные, суббота, мы проснулись. Ну, первый, как всегда, с Тёмой. Папа у нас второй день выходной. Я вчера работала, он со мной не убыл, с ней выходной, но он тоже спит. Лиля спит у нас ещё. Мы с Тёмой встали уже, вот я позавтракала. Тёма сейчас у нас завтракает. И когда к обеду уже проснутся Лиля и папа, они уже как бы позавтракой пообедают. И мы соберёмся, поедем в зоопарк. Осталось две недельки на выходные. Папа сейчас посменно тоже работает. Я пятидневку, как бы. И вот вчера выходной был, сегодня как бы хотим с папой съездить в зоопарк. Все вместе пофотографироваться, животных пофотографировать, поесть сладкую вату, как всегда, да, попить глазу, погулять. Ну и... Ну и просто... Я говорю, вместе давно уже не гуляли. Завтра, в воскресенье, папа у нас поедет на работу. Ну а мы с Лилей и с Артёмом пойдём опять на эту же купалку, ну как детский пляж, на второе озеро голубое, да, как голубое озеро. У нас несколько. Мы пойдём на детскую купалку, далеко от нас тут, да, 20-25 минут ходьбы. Вот. И будем купаться. Ну я, как всегда, буду сидеть, сок пить, где-то, может, где-то, 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 где-то возьму. Буду кушать, сидеть, как бы, да. И смотреть, наблюдать, как детки мои и другие купаются, купаются, что-то сниму тоже. Вот. Да. Хотела ещё сказать, что вчера на работе, ну, что только не бывает, да, каких случаев не бывает, но такое у меня впервые. Я на работе сначала прикрыжу мои полы, потом, как бы, там, немножко доготавливаю салаты, то есть горошком где-то, майонезом, маслом там, да. Вот. И Сергей Юрьевич, мой работатель, сказал, говорит, вот здесь вот пюре, говорит, ну, давай не будем, говорит, сегодня, говорит, давай, говорит, рис, гречка, гуляш, говорит, тефтели. Кто-то там, рис, гречка с тефтелями, кто-то там, глюшом. И плов ещё есть, говорит, пюре, если что, говорит, на завтра я ставлю. Ну, сегодня работает, как бы, я субботу с гостями отдыхаю. Хорошо, но тут он уехал, там, за хлебом, ещё куда-то. Официант Богдан наш. Говорит, попросили, ну, он, как бы, сказал, что пока не надо, но не вычеркнул с меню. Уехал. Говорит, пюре там с этим самым, с глюшом. Ну, я беру, где он показал, положила, так ещё мягко положила, нормально, разогрела. Подала, ну, и, думаю, всё положила. Думаю, как бы, подогрей немножко гречечку. И рис, и пюре. Поставила пюре, пюре подогрелось. Девять минут грела, его беру, что-то начинаю накладывать на какое-то зернистое. Не поняла сначала. Он плохо помятый, что ли, дай попробую. И знаете, что я пробую? Это молочно-пшённая каша. Вы представляете? Это получается. Я положила пшённую молочную кашу с глюшом, подогрела. Я стою в таком шоке, бегу, Сергей Юрьевич, вы представляете? Вы мне сказали, что это вроде пюре. Я взяла так, ну, быстрее. Положила, похоже, оно похоже, в прозрачном такой мисочке было. Налила гуляш, подогрела и подала. А это, оказывается, пшённая молочная каша. Он говорит, да, я перепутал. Я говорю, да. А что же теперь скажут? Я говорю, посетители, они же сюда не придут. Он говорит, ну, ничего же не сказали, говорит. Ушли. Я говорю, ну, да. Но я потом посмотрела отходом, что, как бы, эту кашу, про кашу с глюшом, понятно, что ничего сказать не сказали, но не стали есть. Она в отходах была. Мальчишки, тем, как она забирает еду, отходы выкидывает, а потом мне ставят в эту умойку посуду. Я говорю, ничего. Ну, говорю, такое у меня, говорю, впервые. Гуляш подать с пшённой молочной кашей. Ну, вы сказали пюре? Я что-то взяла сначала, когда оно вообще похоже, оно даже ложилось нормально, как пюре. Когда подогрела, думаю, что-то зернистое. Это молочная пшённая каша. Он говорит, ой, да я перепутал. Говорит, ну, ничего, ну, бывает же такое. Ну, будет что вспомнить. Мы посмеялись с ним и всё. А никто даже не сказал им, я говорю, что выкинули. Говорит, да, и они, эти посетители наши, наверное, уже не придут, а может придут. Но запомнят это надолго, чтобы, говорит, будет рассказывать. Говорит, вы знаете, что в берлоге, говорит, попросил пюре с гуляшом, а далее, говорит, пшённую молочную кашу, говорит, с гуляшом. Ну, понятно, конечно, что перепутали. Надо было хотя бы сказать. Я бы подогрела, думаю, пюре. Хорошо, что попробовала, а так бы дальше подавала бы. Вот такие случаи бывают, представляете? Вот. И вообще у меня вчера день какой-то возвращался. Сначала я забыла кофту Артёма здесь, вернулась, взяла. Потом я в садике с ней носилась, с этой кофты, ну, как бы расписалась, пока всё взяла, уже стала выходить. Думаю, с этой кофтой же я выхожу. Господи, вернулась, отдала воспитательную кофту. Вот. А потом забыла телефон на работе. Ну, только отошла чуть-чуть и вернулась опять за телефон. Свой день вчера. У меня день возвращалась, весёлый, да ещё плюс. Я говорю, молочная каша с гуляшом, это было просто суперс. Ну, когда я её попробовала, у меня просто голос, ну, Господи, я накормила молочная каша с гуляшом. У сидителей это было просто. Ничего. Вот так. Ну, сейчас, я говорю, проснутся папа Лиля, покушают. И мы с обеда к часу поедем в зоопарк. Потому что Артём был год назад. Ну, что, он ещё там два с половиной ему было. Он ещё как-то маленький. До трёх бесплатно у нас. Ну, он как-то, ну, что-то понял, что-то, ну, ещё всё равно меньше. Сейчас он уже больше, намного понимает, да, четвёртый год ребёнка. Вот. Ну, уже платно по 150 детские до 14 лет. То есть, Лиля и Артёму будет 300 рублей, и нам по 350-700. Ну, в тысячах рублей получается ровно. За вход в зоопарк. Вот. Ну, и там мы сейчас, если приедем, два-три, два с половиной, может, три часа. Два-три-четыре, до четырёх, может, побудем. В пять, в шестом часу будем уже дома. А завтра папа поедет на работку. Ну, да, мы поедем. Встанем, покушаем, тоже я там приперусь. Что-то и после обеда пойдём на купалку. Ну, и до самого вечера, наверное, будем бултыхаться в водичке. Вечером придём. Я приготовлю, что надо. Ещё на работку, садик. Вот. Так вот пройдут наши каникулы, мои выходные. Вот.